Всем привет! Это канал «Частер», меня зовут Кирилл, и здесь мы говорим о часах. Сегодня у нас новинка 2021 года от компании Seiko — коллекция «Presage Style Sixties». Дизайн этих моделей был вдохновлен 60-ми винтажными часами и, в частности, моделью Seiko Crown Chronograph, которая ввела свет в 1964 году. Дело в том, что именно эта модель стала первым японским наручным хронографом. И сегодня мы имеем прекрасную коллекцию винтажных и при этом современных часов, и я выбрал для обзора, пожалуй, самые красивые из них — вариант с зеленым циферблатом SRPG07J1. Круглый стальной корпус и зеркальная полировка сбоку. Кстати, корпус тонкий, а наша полировка переходит на длинные, скошенные вниз ушки, со сквозными отверстиями для втулок, с интересными гранями и с сатинированием сверху. С правой стороны по корпусу заводная головка с буквой «С», корпус визуально разделён на две части, я бы не выделял здесь рант, безель, я думаю, что это корпус, как единое целое идёт. А вот сверху уже вставка очень интересного оливкового цвета, и по ней бежевые цифры и риски уже пахнет винтажными часами, можно сказать. Ну а сверху и вовсе супер винтажный элемент, куполообразное стекло, в данном случае это Hardlex — минеральное стекло повышенной прочности и устойчивости к царапинам. Под стеклом тёмный циферблат насыщенного глубокого зелёного цвета, даже не сразу глаз улавливать здесь зелёные оттенки, кажется, что циферблат чёрный, но на самом деле это тёмно-тёмно-зелёный цвет. И здесь же гранёные накладные индексы, здесь же остроконечные стрелки, всё то, что мы уже видели в старых винтажных часах, здесь это повторяется. Причём очень интересный цвет-цвет накопителя, на стрелках часовой-минутной и на индексах вот этих прямоугольных. Он похож на выцветшую бумагу, такой бежевый-желтоватый цвет, очень классно смотрится. По внешнему кругу белые поминутные риски, и белый же диск даты в районе трёх часов. Вот окошко даты здесь уже элемент современный. В рамке чёрная дата на белом диске прекрасно читается, а за работу этих часов отвечает калибр 4R35. 23 камня, 41 час запаса хода и два вида подзавода. С головки мы можем часы подзавести вручную, а от движения часы также подзаводятся. Вот она прозрачная задняя крышка, через которую мы видим ротор позолоченный. Тут у нас и калибр написан, и количество камней. По бокам информация водонепроницаемости, 5 атмосфер, в часах можно даже руки помыть. Информация о материале корпуса, о калибре и Made in Japan. Эту же надпись мы могли с вами видеть и на циферблате в районе 6 часов, вот она. А это значит, что сборка и производство часов японское, высшее качество нас здесь ждёт. Собственно, в чём мы и убедились ранее. Два положения для настройки, первое для времени, дата начинает плавно меняться, где-то пол одиннадцатого. Стрелки, кстати, чувствительные, быстро реагируют на движение головки, вот уже ближе к 12, она перещелкивается на следующее число, и мы выставляем текущее время. Как только мы выставили текущее время, возвращаемся в первое положение и выставляем против часовой стрелки числом. А вот и Lumibrite, и посмотрите, какой интересный рисунок! Благодаря индексам, которые расположены ближе к центру, кажется, что циферблат очень маленький, на самом деле это не так, но читаемость не страдает. Ярко-зелёный светлый накопитель прекрасно смотрится и никаких проблем с читаемостью не возникает. А вот так модель выглядит на запястье, дополнительные фотографии будут в моём инстаграмме. Небольшие габариты, поэтому прекрасно смотрится на средних и маленьких запястьях, соответственно 47 миллиметров, высота корпуса по краям ушек, диаметр 40,8. Толщина 12, как я вам обещал, небольшая, и это даже с учетом выпуклого стекла. И браслет сатинированный, с полированными боками, его ширина 20 миллиметров, на запястье до 20 сантиметров подходит браслет. Посмотрите, какая застежка, небольшая, но с какими кнопками, с огромными, и сама застежка летая. Общий же вес часов 135 граммов. Я думаю, что в этой модели отличный баланс именно между современностью и ретро-стилем, за счет чего часы классно будут смотреться с деловой одеждой, с костюмами. Эти Seiko прекрасно подойдут не только любителям винтажных часов, но и фанатам стильных, классных моделей. Именно такая у нас сегодня и была, красивая, зеленая. Кстати, есть другие цветовые варианты, плюс есть варианты с открытым балансом и 24-часовой индикацией, в общем, на любой вкус. Сделанные, собраны в Японии, это значит, что высокое качество сборки, исполнения. Мы это видим и по корпусу, и по циферблату, и по браслету, и даже по механизму, который тоже можно отнести к преимуществам. Два вида подзавода, календарь. Но на что я бы хотел обратить ваше особое внимание, так это на светонакопитель и уровень водонепроницаемости. Дело в том, что у подобных часов других марок обычно уровень водонепроницаемости минимальный 3 атмосферы, а светонакопитель и вовсе может отсутствовать. Здесь же уровень в 5 атмосфер, и светонакопитель более чем интересный, более чем яркий, что однозначно выделяет эти часы из ряда подобных. Цена данной модели 51 тысяча рублей, и она предоставлена нам официальным магазином Seiko Club, проект эксклюзивного дистрибьютора мировых брендов часов, украшений и аксессуаров The Band Time. И в конце хотел бы узнать и ваше мнение по поводу этой модели, обязательно оставьте в комментариях под видео, также если вам оно понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на канал, ну и конечно поделитесь этим видео с друзьями. А на этом все, всем пока!